Коллеги, давайте проверим связь, как хорошо нас слышно. Поставьте огонечки или напишите в чат плюсики. Все, отлично. Александр, ну все, давайте. Коллеги, добрый день. Мы очень рады приветствовать вас сегодня на очередном вебинаре компании «Аксилот». И нам очень приятно, что сегодня к нам присоединились не только наши постоянные слушатели, но и новые участники. Сегодня у нас тема необычная. Мы не будем говорить о системах автоматизации, а поговорим именно о том, что предшествует внедрению системы автоматизации на складе. И это технологическое проектирование. Собственно, осветить эту тему выпала честь мне, Волгая Андрею и моему коллеге Курбакову Александру. Александр, можешь поприветствовать наших гостей. Всем добрый день. Мне тоже очень приятно всех видеть и слышать. Здравствуйте. Отлично. Что касается тайминга. Постараемся уложиться в один час. Наш вебинар будет разделен на две части. Собственно, первая часть будет посвящена непосредственно рассказу о техпроектировании, о ходе проекта, об этапах, о результатах. Во второй части мы расскажем о том, каким образом происходит сбор информации для исполнения технологического проектирования. И, конечно же, у нас сегодня будет потрясающая новость. В ходе вебинара я проведу анонс нашего розыгрыша технологического проектирования, проекта технологического проектирования среди тех компаний, которые сегодня к нам присоединились и зарегистрировались. Также еще кое-что интересное будет в самом конце, поэтому, пожалуйста, смотрите наш эфир до самого конца, и, возможно, вы станете победителем нашего розыгрыша. Собственно, я надеюсь, что все, кто хотел к нам присоединиться, уже подключились, и давайте перейдем к нашему вебинару. Как вы все знаете, компания Axelot не ограничивается разработкой, только разработкой и внедрением системы автоматизации. Спектр наших возможностей позволяет нам решить практически любую задачу в части оптимизации и автоматизации процессов, логистических процессов. Одно из важнейших направлений деятельности группы компании Axelot является логистический консалтинг. Занимается им выделенная из нашей семьи Axelot команда компания Axelot Consult. В сферу, собственно, решаемых компаний задач входит технологическое проектирование, аудит складской логистики, разработка KPI и систем стимулирования персонала и также авторский контроль архитектурного проектирования. Сегодня мы непосредственно остановимся на технологическом проектировании. Вот, собственно, несколько факторов, при которых техпроектирование необходимо для склада. Во-первых, это, конечно же, строительство склада. В данном случае технологическое проектирование позволяет значительно сократить затраты и издержки на строительство склада и минимизировать и исключить риски постройки неподходящего склада под планируемые процессы. Также технологическое проектирование применяется при переезде, при слиянии складов и, конечно же, перед, так скажем, внедрением системы автоматизации. Как мы знаем, систему автоматизации необходимо внедрять уже на упорядоченные процессы. Хаос автоматизировать не получится и невозможно. Вот, и, собственно, проект и само технологическое проектирование лучшим образом справляется с наведением, так скажем, порядка на складе. Вот. И также еще есть два фактора, которые говорят о необходимости технологического проектирования. Это необходимость выйти на новые показатели по производительности и то, когда на складе процессы становятся настолько неэффективны, что склад начинает потреблять большие ресурсы. Вот, собственно, в таком случае технологическое проектирование также эффективно решает все экономические уже задачи. Вот. И на этом я передам слово Александру. Он как раз расскажет нам о процессе, о технологическом проектировании. Александр, пожалуйста. Спасибо. Да, итак, сегодня не особо долго, не особо детально я расскажу об этапах проектирования. В случае, когда это необходимо будет более детально сделать, это можно организовать индивидуальные встречи, индивидуальный скайп, ну и, соответственно, уже чуть шире, чуть подробнее, чуть детально я смогу рассказать о нашей работе. Итак, что такое проектирование склада? Речь идет именно о логистическом или о технологическом проектировании склада. То есть, какая технология внутри складской работы будет оптимальной именно для этих товаров, именно для этих запасов, именно для этой компании. применяется вообще каскадная, ну или ее еще называют водопадная технология. Что это значит? Это значит, что результаты одного блока, этапа или какого-то куска проекта, они являются входящей информацией для следующего этапа. И вот именно такая последовательность, то есть, одно вытекает из другого, а другое следует из третьего, она и применяется вот в этой технологии. Поэтому четыре этапа. Первый этап – это изначальный, вообще самый первый, и он фундаментальный этап, в принципе, для всего проекта – это обследование и анализ данных. Сегодня во второй части вебинара я про анализ данных буду рассказывать побольше и буду объяснять для чего, как заполнять эти данные. Второй этап – это поиск вариантов развития склада, то есть, какие могут быть вообще варианты у будущего склада для реализации. Такая технология или такая, такая система хранения или такая. На этапе три, когда уже получились данные и аналитические, и уже известно, какая технология будет применена на будущем складе, выбранная, да, появляется третий этап. Там уже детализируется проработанная, проработка выбранной концепции. Ну и этап четыре – это документ коммуникации с проектировщиками строительными. То есть, в четвертом этапе появляются все необходимые данные, которые нужны для проектировщика с точки зрения именно технологической работы склада. Повторюсь, здесь речь идет о технологии, не технологии железобетона, не технологии изготовления плиты пола, а именно технологии внутри складской работы. Что куда переносить, перевозить, перемещать, как отбирать и так далее. Ну и вообще, что такое технологическое проектирование? Это комплекс мер, направленных на оптимизацию или разработку объемно-планировочных решений и технологических процессов склада. Вот ключевое, да, технологических процессов склада. Итак, этап один. Его цель – это обследовать, обследовать существующий склад. Причем не просто пол, стены, потолок, да, а сколько доков у склада. А справляются ли эти доки с товаропотоком входящим, исходящим? А какой режим работы склада? А какие бизнес-процессы у склада сейчас есть? Очень много компаний. Не так. Все компании различны. Одинаковых компаний вообще не бывает. А, соответственно, не бывает и абсолютно одинаковых складов. Даже внутри одной отрасли, казалось бы, и те, и другие занимаются строительным материалом. Но одна компания со склада отгружает строительные материалы оптом, потому что их канал – это оптовики. Другая компания отгружает со своего склада товары на рынки какие-то, да, городские. А это уже розничные отгрузки. И вроде и те, и другие занимаются одним и тем же ассортиментом. И вроде бы даже названия даже тех же самых, номенклатуры одинаковые. Но на самом деле уже по-разному склад работает, по-разному работают, по-разному должны работать. Бизнес-процессы отбора и так далее. То есть мы приезжаем и изучаем обязательно все бизнес-процессы. У каких-то компаний есть обязательная стопроцентная приемка входящего товаропотока и по количеству, и по качеству. У каких-то компаний этого нет, потому что для них там доверительная приемка уже отработана, да, и они именно так работают. Так вот, наша проектная команда, наша часть проектной команды на объекте изучает бизнес-процессы именно для того, чтобы те бизнес-процессы, которые необходимы, их обязательно сохранить в будущем складе, их обязательно не забыть, спланировать, как они будут выглядеть. А те бизнес-процессы, которые, в общем-то, продиктованы какими-то ограничениями, допустим, там топологическими, ну не знаю, там вот у нас зона контроля, вот потому в противоположном конце склада, что у нас там просто место было. И поэтому мы сейчас там 200 метров тащим туда, там все проверяем, потом 200 метров тащим обратно. То есть вот эти бизнес-процессы, которые продиктованы какими-то ограничениями, которые впоследствии могут быть отменены, я про ограничения, да, эти бизнес-процессы мы уже впоследствии в проекте уже можем спрямить, либо исключить совсем. Так вот, еще небольшая ремарка, что вообще такое технологическое проектирование с точки зрения людей, которые этим занимаются? Вообще проектная команда состоит из двух частей. Первая часть это команда Axelot консалтинге, и вторая часть команды это часть от заказчика. Почему это именно две части должно быть? Потому что у Axelot есть знание о том, как в этом же бизнесе, да, на этом же рынке у других коллег по цеху обустроены склады, какие там были ограничения и как эти ограничения сняты. У заказчика есть понимание истории развития вообще компании, истории развития склада, и почему именно так образованный процесс, и почему именно сюда складывается товар, почему именно столько людей на складе. То есть вот эксклюзивные глубокие знания своего бизнеса у той части проектной команды, которую представляет заказчик. Так вот проект это синергия этих двух проектных частей, и именно при обоюдной работе обе команды создают именно тот проект, именно тот склад, который будет оптимальным для будущего, для будущих задач бизнеса. Итак, первая часть первого этапа это, как я уже сказал, выездное обследование и анализ, и даже не анализ, а больше сбор информации о том, что сейчас есть. То есть такая фотография текущей ситуации. Вторая часть первого этапа это анализ данных. Именно на данных, именно на фактических данных, в общем и строится не просто весь технологический проект, а строится впоследствии и склад, и в общем-то соответствие или не соответствие бизнесу. А именно, о чем я говорю, необходимы данные по весогабарительным характеристикам, по запасам, по входящему товаропотоку, по исходящему товаропотоку. Все эти данные цифровые, ретроспективные, как минимум за последний год, их необходимо превратить в экселевскую таблицу, которую мы уже будем с вами совместно через разные призмы интерпретировать. Это называется профилирование товарных запасов и товарных потоков. Мы будем узнавать, а как в прошлом вообще склад себя чувствовал, себя вел, какие вообще задачи с точки зрения цифр он выполнял. Допустим, а сколько кубометров в сутки он принимал, а сколько это в фурах, а сколько это в документах, а сколько это в строках, а сколько склад отгружал, а сколько склад хранил, причем каждой товарной категории. Очень часто на складах товарной категории больше, чем одна. Допустим, элементарно, там фабрика окон и дверей, которая производит светопрозрачные фасады, у них есть стекло, это одни весогабаритные характеристики, у них есть профиль, это уже другие характеристики весогабаритные, и есть у них фурнитура, ну там ручки, петли и так далее. То есть это уже третьи весогабаритные характеристики. И вот для склада важны эти характеристики и важны именно разделения на эти товарные категории, потому что профиль хранится в одних системах хранения и обрабатывается внутри склада одним способом. Те самые ручки и петли другим способом хранятся и обрабатываются. И вот для каждой товарной категории необходимо будет определять впоследствии уже правильные подходы. Так вот, первый этап завершается тем, что когда мы определили оптимальные точки, причем мы превращаем цифровые данные вот в такие графики. Причем вот сейчас я демонстрирую графики, скажем так, первого уровня, в котором просто количество штук выгрузили из учетной системы и количество из КАЮ выгрузили из учетной системы. И вот в штуках мы видим, сколько того или иного хранилось. Но в штуках это совершенно, ну скажем так, мало информации о штуках, потому что все-таки склад хранит в себе не штуки, а больше кубометры, палеты, ячейки. Так вот для того, чтобы штуки перевести в кубометры, их необходимо понять весогабаритные характеристики каждой штуки. И впоследствии уже мы понимаем, ну допустим, для индустрии фэшн, там 4 сезона, я имею в виду весна, лето, осень и зима. И в каждом сезоне есть свои куртки, своя обувь, свои брюки, своих габаритов эти все вещи, все эти изделия. А соответственно там тысячу штук зимних курток и тысячу штук летних курток. Это совершенно разные по объему тысяча штук курток. Так вот, чтобы не ошибиться с точки зрения необходимого объема на складе для целевых запасов, нам нужно понимать именно эти весогабаритные характеристики. И вот графики первого уровня, которые сейчас мы видим, они впоследствии должны будут превратиться уже в графики второго уровня. То есть штуки превращаются в кубометры. Количество входящих фур превращается в количество строк. Количество исходящих заказов превращается в количество накладных строк, штук, кубометров и так далее, рейсов. То есть вот второй уровень профилирования данных, это вот как раз сейчас на графике. Мы видим, допустим, в левом верхнем углу две товарные категории. Одна из них себя ведет вот так-то, от месяца к месяцу, другая вот так-то, от месяца к месяцу. И мы совместно с заказчиком выбираем, а сколько вообще прошлый склад в прошлом году должен был принимать в сутки. Вот столько строк, кубометров, заказов. А сколько отгружать? Вот столько. Выбираем точку на графике, то есть допустим, вот средний график в левой колонке, это как раз отгрузка. Вот столько он должен был оптимально, то есть склад должен был соответствовать, таким-то требованиям должен был отгружать там 600 кубометров, 354 строки, там 20 заказами. То есть выбираем именно оптимальные точки прошлых характеристик прошлого склада. Для чего? А для того, чтобы уже перейти к третьей части первого этапа. В которой мы планируем целевые характеристики, рассчитываем, а какие же будущий склад в 2028 году должен выполнять задачи, каким характеристикам он должен соответствовать. Если принимали мы 20 фур, то именно к 20, вот тем самым номинальным фурам прошлого года, мы прибавляем те самые проценты увеличения объема продаж. В следующем году плюс 5, через год еще плюс 7, потом еще плюс 15, и выходим на какой-то уже не просто там плюс 23% к текущему, а 20 фур, грубо говоря, да, или там 20 кубометров, или там 600 строк, плюс 23%. И мы получаем уже именно цифровую характеристику. Не штук в 2028 году нужно хранить на складе, а кубометров необходимо на складе выделить для такой-то товарной категории в 2028 году, для такой-то товарной категории в 2028 году, и для такой-то товарной категории в 2028 году. И вот то, что я проговорил про хранение, абсолютно то же самое профилирование происходит и для входящего потока, чтобы вообще понимать, а какие площади входящей зоны для входящего потока необходимы, а сколько доков необходимо предусмотреть, А сколько необходимо комплектовщиков для выходящего потока предусмотреть, а какой производительности. То есть все эти ответы на эти вопросы, они как раз будут даны после того, как мы рассчитаем целевые характеристики. Итак, в конце этапа 1 мы знаем, каким характеристикам будущий склад должен соответствовать. И вот эти данные, они уже являются входящими для этапа 2. На этапе 2 мы уже говорим, что для такой-то товарной категории с точки зрения хранения необходимы вот такие-то ячейки. Допустим, это палетные ячейки, метр 20 на 0,8 на 1,6 метра высотой. А вот для такой-то категории системы хранения, даже нет, не так, далеко еще не системы хранения, а ячейки, в которых будет храниться товар. Допустим, это коробочные или штучные. И вот тогда ячейка должна быть там 30 сантиметров на 30 сантиметров на 60 сантиметров. И зная вот уже эти показатели, мы начинаем считать, ага, итого палетных ячеек в 2028 году должно быть вот столько-то, сотен или тысяч штук. А штучных ячеек должно быть вот столько-то, сотен или тысяч штук. И когда мы эти данные посчитали, мы уже выходим на понимание, а какие вообще системы хранения могут быть применены вот для этих товарных категорий, а какие для этой товарной категории. И начинаем анализировать. На самом деле, проектная команда Axelot у себя в офисе проводит анализ около 20 систем хранения. И, конечно же, большая часть из них отпадает как нерелевантные, как те, которые не могут быть использованы. Но те, которые могут быть использованы, они уже попадают, так скажем, в поле зрения. И именно они являются уже альтернативными друг другу с точки зрения, а какие системы хранения можно применять. Ну, допустим, здесь там гравитация коробочная, да, или там консольные стеллажи, или там вертифлекс шкаф, или там узкопроходные фронтальные. То есть мы подбираем, выбираем, еще не подобрали, а только выбираем, какие системы хранения могут быть применены. Также мы, зная те самые товары, те самые бизнес-процессы на складе, понимаем, что, допустим, сортировка нужна, да, или там не факт, что сортировка, допустим, размещение. То есть мы на втором этапе, кроме системы хранения, еще определяем, а какая вообще роботизация может быть применена в будущем складе, а какие системы роботизации. И тоже те, которые не подходят, те мы, соответственно, уже не берем в расчет, а оставляем только те, которые могут быть использованы. Мы, конечно же, выбираем, какие могут быть технологии применены. Вот здесь на этом слайде речь идет о технологиях отбора, но на самом деле на складе есть технология приемки, технология размещения, технология перемещения, пополнения и так далее, и так далее. Так вот мы все технологии оцениваем, какие могут быть применены для того или иного процесса. Ну, допустим, про отбор, как минимум три могут быть, да, по заказной отбору, это когда один человек отбирает один заказ от начала до конца, а потом только берется за следующий. Отбор партиями, совмещенный с сортировкой, это когда человек там с несколькими контейнерами перемещается и в каждый контейнер сразу же отбирает товары, сортируя их по заказу. Ну, или, может быть, это должен быть, может быть, групповой отбор с последующей уже сортировкой. То есть мы, опять же, накладываем разные технологии и оцениваем их возможность применения для этого товара, для этого товарооборота, для этого склада. И в конце концов, когда мы уже выбрали пул разных технологий, разных систем хранения, которые могут быть применены, мы, как правило, составляем наиболее близкие две концепции, два варианта. Иногда это бывает три варианта, но чаще два. И мы говорим, что вот одна технология, один вариант, это, скажем так, консервативный, в котором много людей, много водителей рейчстраков, много погрузчиков и стандартные нероботизированные технологии обработки товаров. Допустим, фронтальные стеллажи. Это левый нижний угол, да? Это консервативная система, консервативный вариант. Второй вариант, как правило, это прогрессивный, ну или его еще можно назвать роботизированный, в котором мы уже в возможный будущий склад включаем вот из тех самых технологий роботизированных, те, которые наиболее релевантными могут быть для этого склада. И говорим, слушайте, вот, а если применять роботизированные какие-то технологии, да, автоматизацию, то вот второй вариант. Эти два варианта мы не только изображаем. Вот сейчас, допустим, да, они изображены. Один из них, нижний вариант, занимает, грубо говоря, 38 тысяч квадратных метров. Второй из них, верхний вариант, занимает 25 тысяч квадратных метров. А, соответственно, строить склад нужно либо 38 тысяч квадратных метров, либо 25. Так вот, мы эти самые квадратные метры, эти самые роботизированные, нероботизированные, не только поясняем с точки зрения технологии работы, да, вот на этом этапе, но и поясняем их финансовую составляющую. Перехожу к правой части слайда. Здесь очень упрощена схема, то есть мы понимаем, что строительство склада – это не единомоментный, да, не единомоментный процесс. Это все-таки там растянутые во времени три, а то и четыре года строительства. Строительство, то есть проектирование, строительство, запуск. Но, тем не менее, мы специально все затраты, так называемые инвестиционные, первоначальные, да, капитальные затраты, мы их относим в единственную точку. Это как раз старт, начало каждого графика. А наклон к каждой прямой – это есть операционные ежегодные затраты. И вот мы видим, допустим, что красная, да, линия, она меньше, то есть ближе к горизонту. Это значит, что ее операционные ежегодные затраты меньше, чем у зеленой, у концепта 1. И вот таким образом мы визуализируем уже финансовые показатели. То есть мы говорим, что для того, чтобы по концепту 1 построить, нужно столько-то денег в строительство, нужно столько-то денег в оборудование, столько-то денег в телажные системы. Ну и то же самое про вторую концепцию. Туда же входит еще обязательно расчет налоговой нагрузки, да, расчет операционных составляющих. И приводим вот такие графики. И собственник, заказчик, инвестор видит, понимает, что у него столько-то денег можно вложить. И тогда-то эта концепция становится более выгодна с точки зрения общего количества затрат, чем другая. И в конце этого второго этапа выбирает единственный для него приемлемый вариант. На основании своих инвестиционных возможностей, на основании своих взглядов в будущее, на основании своего доступа до персонала и до его квалификации. И говорит на втором этапе в конце, будет такая-то концепция. Вот ее прошу рассчитывать для моего будущего склада. Отлично. Напомню, мы на первом этапе знаем будущие запасы, будущее количество перемещаемых палет, будущее количество, отбираемых строк. На втором этапе мы знаем, какими технологиями мы будем это делать. Отлично. Вот две переменные, как говорится, стали постоянным. И мы выходим на третий этап. На третьем этапе, зная все то, что я проговорил до сих пор, мы уже спокойно начинаем превращать знания и расчеты в документы. И вот именно третий этап, это и есть та часть, которая важна для любого заказчика. На третьем этапе заказчик понимает, как ему дальше действовать, куда идти, кому звонить, что показывать. И он не просто понимает, каким должен быть его склад, высота, длина, ширина, но он еще и понимает, какие стеллажи, где, как и почему должны быть размещены. Как будут работать люди внутри склада, где будут принимать, куда размещать и почему именно туда размещать. То есть мы даем здесь полное понимание и прозрачность шагов дальнейших для приближения к будущему складу. Причем я про будущий склад сейчас говорю, не обязательно именно строить, и поэтому он будущий. Нет, будущий склад может быть и наш существующий периметр склада, но переформатированный, адаптированный под наше будущее, под новые технологии. То есть новый склад я имею в виду уже под целевые задачи, с целевыми объемами и уже с новыми бизнес-процессами. Итак, первый документ, который называется топология склада, в котором мы показываем, что длина склада должна быть такая, ширина такая, шаг колонн вот такой и вот такая высота. И внутри этого периметра вот такие-то стеллажи, вот так-то размещаются. Ширина прохода, отступ от стены, где колонны встают, а соответственно там товара не будет, внутри стеллажные проходы и зоны. Зоны технологические. То есть вот левая часть слайда показывает тот же самый склад, но уже на те самые стеллажи нанесены уже обозначения. Допустим, вот цифра 4, да, желтый прямоугольник, это зона хранения готовой продукции. А цифра 9, это как раз на первом ярусе в этих стеллажах будет зона отбора коробочного. Цифра 1, это зона отгрузки и так далее, и так далее, и так далее. Причем это не просто цифры, это рассчитанные необходимые площади именно для целевого будущего товаропотока. И именно эти площади будут соответствовать задачам бизнеса, задачам склада. Тут же мы обозначаем количество доков, да, и их размещаем, обозначаем там место для маневров фуры. То есть понимание полное происходит, где что хранится, кто что куда несет. Кроме того, чуть правее, мы уже начинаем создавать документы не только для стеллажников, да, то есть помните на предыдущем слайде, что стеллажи, вот он видит сверху, вот такой отступ от стены, количество секций и так далее. Про стеллажи еще будет на следующем слайде. Но здесь я обязательно затрону еще документ для ВМС. Что это такое? ВМС, пятое его поколение, в себе содержит так называемый встроенный движок анализа уходимости товаров, ну или АБЦ-движок, или ФМР-движок, его еще кто-то называется. Что это такое? Это сама система, видя частоту поступлений и частоту выходов со склада каждой номенклатуры, каждой СКЮ, система анализируя, говорит, ага, вот эта СКЮ очень часто популярная, к ней в день по 60 раз обращаются. А вот к этой СКЮ обращаются всего лишь 3 раза, причем в неделю. И вот именно анализ этот, система уже проводя, говорит при входе грузчику или тому, кто размещает товар, вот эту номенклатуру размести вот в эту ячейку, не куда-то далеко-далеко вглубь склада, а вот сюда поближе, потому что именно этот товар часто посещаемый, часто обращаемый. Так вот для того, чтобы ВМС не через полгода собственной аналитики начинала работать, а сразу же во второй день запуска ВМС мы проводим вот такой анализ товарных номенклатур и говорим, что вот эти номенклатуры, конкретно и делаем перечень, должны будут разместиться вот в этой площади, потому что мы эти номенклатуры знаем в целевом периоде, какой объем ячейки будут занимать. Так вот здесь видите, да, границу между желтой и зеленой зонами, это как раз место, где группа А хранится в зеленой, часто обращаемая, группа Б реже обращаемая, но и совсем редкие группа С. То есть мы даем не просто профилирование товарных категорий или товарных групп, мы даем еще и размещение этих номенклатур внутри склада изначально. И уже со второго дня ВМС со встроенным движком анализа, уже принимая товар, говорит, куда его ставить, потому что в ней уже есть данные, какой товар относится к группе А, какой группе С. То есть вот этот документ для концептуального дизайна будущей системы управления складом. Это вам помогает выбирать поставщика, это вам помогает налаживать ВМС при запуске. Еще один, точнее продолжение документа для поставщиков стеллажей. То есть вы получите документ, который вы отправляете любому поставщику стеллажей, и он вам предоставляет коммерческие предложения именно на ваши стеллажи. Не на в принципе какие-то, а именно на вашу потребность. Итак, мы изображаем стеллажи вид сбоку, да, фронтальный вид, показываем, какая балка на каком уровне, показываем, что высота до нижнего пояса потолочных ферм такая-то, показываем ширину стойки, извиняюсь, секции стеллажной. Но кроме этого мы еще указываем вес, который приходится на каждую балку и на пол. И этих данных для поставщика стеллажей достаточно для того, чтобы предоставить коммерческие предложения именно для вашего склада. То есть вам предоставят не что-то и не то, чего вам не нужно, и именно то, что вам нужно, и не больше, и не меньше. Соответственно, вот вам шаг следующий. Звонить поставщику, скидывать ему техзадание и ждать от него коммерческого предложения, в котором уже написаны цены, сроки, гарантии. И вы уже, выбирая между поставщиками, принимаете уже правильное решение. Не мучаетесь выбором. Может быть, этот чуть больше предложил, чем нам нужно, а этот чуть меньше предложил, чем нам нужно. Нет, коммерческие предложения точно соответствуют вашим потребностям. Ну и, конечно же, мы показываем, как товары размещать в системе хранения. То есть обратите внимание на левую часть слайда. На первом ярусе 2 метра высотой товары, на втором и третьем тоже. На четвертом ярусе 1,80 метра, не только по весу, мы их анализировали еще и по высоте. И мы понимаем, что всего лишь 1,5 товаров – это 1,60 метра, и поэтому они будут всего лишь на одном уровне стеллажа находиться. Ну и так далее. То есть вот это к размещению товаров да и к ограничениям будущей ВМС. Еще один важный документ, именно для системы управления складом, когда вы задумаетесь, а вы обязательно задумаетесь о внедрении ВМС, то вы должны будете интегратором ВМС сказать, какие бизнес-процессы у вас на складе, на будущем в эту систему управления будут вшиты. То есть помните, да, фразу в начале сегодняшнего вебинара «хаос автоматизировать нельзя». Так вот, чтобы этого хаоса не было, вот бизнес-процессы, которые мы именно таким образом разрабатываем и визуализируем. Здесь указано, кто, что, чем, когда делает, куда перемещает и как выглядит результат его действия. И эти бизнес-процессы, они ложатся в основу будущей ВМС. К этим бизнес-процессам мы сразу же прикладываем функциональность будущей ВМС. У кого-то на складе есть отрезные товары, у кого-то нет, у кого-то есть наливные, отливные, да, там избочек масла отливается, у кого-то нет. Так вот, для того, чтобы выбрать ВМС и получить коммерческое предложение конкретно на вашей потребности, а не на что-то такое эфемерное, вы предоставляете ДОТ-документ, который мы вам даем, а именно функциональность ВМС, вашему поставщику ВМС, одному, другому, третьему. И они вам предоставляют коммерческие предложения снова только то, что вам нужно. Не больше, чтобы за это не переплачивать, и не меньше, чтобы потом не получилось, что вы чего-то не докупили. То есть вы получаете документ для ВМС. Вот вам следующий шаг, да, то есть первая призма у нас была оборудование, стеллажи, вторая призма у нас уже бизнес-процессы, которые выливаются в систему управления, третья призма – это подъемно-транспортное оборудование. Мы с вами помним, да, что в целевом периоде нам нужно столько-то палет разместить, столько-то фур отгрузить, столько-то строк отобрать, и мы знаем, что для этих работ нужно это делать вот в таком-то складе. Габариты склада мы тоже с вами уже знаем, да. Соответственно, чтобы разместить один палет товарной категории А нужно пробежать столько-то метров, товарной категории С нужно пробежать погрузчику столько-то, или мулинету, или пешеходу столько-то метров. И зная эти данные, мы уже понимаем, а сколько вообще нужно, и какой техники для того, чтобы эту работу выполнить в этом количестве, в смену. Причем мы не просто говорим, что нужно рохлей 3, погрузчиков 6, речстраков 12. Мы по каждой единице обязательно даем минимально достаточные характеристики. Допустим, речстрак. У речстрака есть очень важная характеристика, это ширина коридора, в котором он может работать, или АСТ, так называемый. Если мы сами в межстеллажные проходы в систему хранения фронтальных стеллажей заложили 3 метра, то значит АСТ речстрака не может быть больше, чем 3. Он тогда просто не сможет работать, стеллажи обрабатывать. Но есть такая зависимость. У речстрака, кроме ширины коридора рабочего, еще есть так называемая остаточная грузоподъемность. Если нам нужно всего лишь 600 килограммов на высоту 10,5 метров поднять на верхнюю балку, то ширины коридора 3 метра достаточно. А вот если нам полторы тонны нужно заталкивать на тот же самый, 10,5 метров, на тот же самый ярус, то это уже более габаритный речстрак. Ему уже нужно будет больше, чем 3 метра. То есть вот для того, чтобы не попасть в просаг и соответствие стеллажей и подъемно-транспортной техники было полностью друг другу соответствовало, мы приводим характеристики и АСТ, и грузоподъемность, и высота подъема, и остаточная грузоподъемность на необходимой стеллажной высоте. То есть вот эти характеристики мы даем и снова вы этот документ пересылаете любому из поставщиков оборудования и вам предоставляют коммерческие предложения конкретно на ту технику, которая будет удовлетворять вашим требованиям и вашим стеллажам, и вашему товару. Итак, еще одна призма, да, то есть еще один срез информации, это подъемно-транспортное оборудование. Теперь еще один срез, персонал. Последний, именно поэтому самый важный. Именно персонал делает склад, да, то есть нагнать можно речстраков, можно погрузчиков, стеллажей наставить, но ничего не будет, если персонал не будет что-то перемещать, какие-то кнопки нажимать, куда-то ездить, что-то контролировать. Так вот, зная, повторюсь, все то, что мы знаем для подъемно-транспортной техники, сколько строк нужно разместить, сколько строк отобрать, какие пробеги сделать и по какому маршруту будет обходить комплектовщик склад при той или иной технологии отбора, да, мы понимаем, а сколько вообще нужно человек в смену, чтобы целевую нагрузку смены склада в 28-м году склад мог выполнить, мог этот товарооборот через себя пропустить. И мы представляем данные по персоналу уже в виде, во-первых, табличной части, в которой написано, кладовщиков на приемке столько-то в таком-то режиме работы, да, это либо ЖД-график, либо, извиняюсь, либо там два через два, либо только в день на пятидневке. А там кладовщиков на отгрузке столько, огрузчиков на приемке, окомплектовщиков и так далее, и так далее. И кроме табличной части мы демонстрируем вот такую структуру. Для чего? Для того, чтобы и завскладом, и директор по логистике, и собственник, и отдел персонала понимали, с какими функциями и какого количества им необходимо привлечь персонал для того, чтобы исполнить задачи бизнеса в целевом 2028-м году. То есть вот еще один срез, еще одна призма – это персонал. На этом документы для последующих шагов не заканчиваются. Почему мы выводим для технических заданий для проектировщиков в отдельные документы? Потому что персонал, техника, стеллажи, ВМС – это не самый первый шаг. Это все-таки уже второй шаг. Самый первый шаг, который должен быть, если мы говорим о строительстве склада, то все-таки сначала проектирование. Потому что просто по времени проектирования и строительства, как правило, два с половиной – три года, плюс-минус полгода. А стеллажи, люди, ВМС – это, в общем-то, наверное, последние полтора года перед запуском склада. Поэтому самый первый шаг – это все-таки подбор проектировщиков. Итак, четвертый этап – это как раз тот самый документ, который самый первый будет реализован в диалоге с проектировщиком. В этом документе мы сводим не только всю информацию, которую на предыдущих этапах разработали, а именно там сколько человек будет в складе. Это важно для проектировщика с точки зрения расчета административно-бытовой части. Какая нагрузка на пол будет под теми самыми стеллажами. Не просто точечная нагрузка под пяткой стеллажа, которая уже для архитектора является исходными данными для понимания прочности верхнего слоя, упрочнения поверхностного слоя пола. Но и распределенная нагрузка на квадратный метр. А это уже проектировщику дает возможность рассчитать вообще конструктив плиты пола. Какой толщины, на какой глубине будет железобетонное армирование и так далее. Но мы еще и даем такие данные, как где будут стоять стеллажи, соответственно, в каких местах должно быть освещение. Оно не должно быть везде, оно должно быть между стеллажами, там, где люди работают. Но кроме места освещения, мы еще даем информацию о какой интенсивности освещения. То есть на уровне пола для того, чтобы у комплектовщика глаза не уставали через два часа, уровень освещенности должен быть вот таким-то. И мы это прописываем в этом документе. И эту освещенность уже проектировщик закладывает в свои решения. Такие-то светильники, такой-то мощности, а еще кратность воздухообмена, а еще тепловой режим склада. То есть все данные для проектировщика строительного мы вносим в этот документ. И если и задаются еще какие-то вопросы у проектировщика, то они уже там уточняющие, и на которые мы тоже впоследствии даем ответ. То есть вот этот документ, первый шаг к строительству будущего склада. Мы говорим, что вот пятно застройки, на котором вот такие-то ограничения, вот так-то на этом пятне застройки, правая часть слайда, будет размещен склад. Вот так-то вокруг склада будут зоны для маневра подъема техники, автомобильного транспорта. Ну и, соответственно, вот так-то будут организованы пути движения входа в склад, именно уже внешнего, да, и выхода со склада. Андрей, с точки зрения результатов процессов, результатов проекта и призм, через которые мы получаем необходимые шаги. У меня пока все. Передаю тебе слово. Да, Александр, большое спасибо. Я думаю, у наших гостей, у наших подключившихся коллег возникло полное понимание того, собственно, как делается технологическое проектирование и какие преимущества оно несет. И, конечно же, хотелось бы добавить немного об опыте реализации проектов технологического проектирования, да, у компании Axelot. Вот в спектр наших клиентов входят компании из совершенно различных областей и деятельности, сфер деятельности, да. Это и производственные компании, это и машиностроение, это и дистрибьюторы напитков, продуктов питания, фармацевтики, это и компании из агропромышленного комплекса, из ОПК. Также стоит отметить международный опыт нашей компании в реализации проектов техпроектирования. Вот, стоит отметить, наверное, в пример привести компанию Baltan Trading. Это крупнейший FMCG-оператор вообще на территории Узбекистана, и мы как раз с этой компанией начали свою работу с проекта технологического проектирования. И, собственно, после завершения проекта специалисты компании приняли во внимание, да, наши рекомендации, реализовали их на своем складе, оптимизировали, да, упорядочили все процессы на своем складе, и впоследствии удалось самым успешным образом внедрить систему автоматизации уже, да, систему ВМС на складе компании, и уже тиражировать ее на остальные склады. Вот, собственно, тот факт, что мы обладаем таким большим портфелем проектов в различных сферах деятельности, да, позволяет нам говорить о большом объеме экспертизы и опыта вообще в реализации таких проектов. Вот. И, коллеги, теперь барабанная тропь, большое, пожалуйста, внимание, как мы и обещали, рассказываю про наш супер-мега-розыгрыш проекта технологического проектирования. Итак, условия, что же нужно сделать? Первое, нужно сейчас в чате написать, в чате вебинара написать фразу «Я участвую». Второе, всем компаниям, которые это сделают, мы присвоим порядковые номера и разошлем анкеты для заполнения параметров склада и товаропотока. Собственно, третье, на заполнение даем две недели, специалисты «Аксилот», «Консалт» и «Аксилот» будут постоянно с вами на связи для ответов на вопросы, да, в части заполнения анкеты. И четвертое, да, то есть через две недели, ровно 9 февраля, мы проведем выбор победителя с помощью генератора случайных чисел. Вот. И объявим его, собственно, на следующем вебинаре. Победитель получит проект технологического проектирования совершенно бесплатно. Вот. Итак, еще раз повторяю, да, пишите в чат «Я участвую», получаете анкету, заполняете ее, отправляете нам ее обратно. Мы, собственно, проводим анализ, выбираем победителя, вы получаете проект технологического проектирования совершенно бесплатно, да, ничего за это не платите. Вот. Решаете свои проблемы на складе и становитесь еще счастливее, да. Все очень просто. Пожалуйста, ждем ваших сообщений в чат. И сейчас, да, и еще будет в конце небольшое сообщение, поэтому дождитесь. Вот. Александр, пожалуйста, расскажи теперь нашим гостям чуточку подробнее о том, как нужно заполнять анкетку. Итак, коллеги, мы сегодня будем рассматривать, как заполнять исходные данные. Впоследствии мы с вами будем эти исходные данные профилировать через разные призмы, о которых я сегодня говорил, да. Итак, мы с вами должны будем в конце концов выйти вот на эти графики, которые нам дадут возможность выйти вот на эти решения, да, то есть на топологию. Перехожу к Excel, который уже поясняю, как заполнять, для чего и почему. Итак, сейчас Excel видно? Хорошо. Итак, это таблица, которую мы так вам разошлем вместе с презентацией. И в ней, вот в первой закладке указаны, какие формы, для чего они и какую функцию в себе впоследствии будет нести. Форма номер 0, даже это еще не форма номер 1, это форма, скажем так, ознакомительной анкеты. То есть вы здесь пишете, кто вы, чем занимаетесь, чем занимается ваш бизнес, где вы находитесь. То есть такая очень простая, легкая, на нее, как правило, там 5-7 минут достаточно. Здесь не нужно особо много каких-то данных выгружать, что-то сильно собирать. То есть это вот ознакомительная форма. Ну и поехали, как говорится, форма номер 1. Повторюсь, эти данные фундамент, для будущих принятий решений. Чем эти данные больше их, чем эти данные точнее, тем принятие решений будет вернее и точнее. Тем, скажем так, мы сами точнее спроектируем будущий склад под цели и задачи будущего, под будущей цели и задачи бизнеса. Итак, что же в этой форме? Ну, самая первая связка это форма справочник номенклатуры. Самая первая связка это индивидуальный номер вашей номенклатурной карточки в вашей учетной системе и наименование этой номенклатуры. Они будут везде на протяжении всех форм в этой связке заполняться. У кого-то это артикул, у кого-то номер СКЮ, у кого-то это именно автоматически присвоенная системой аббревиатура или цифровое значение номенклатурной карточки. В общем, в любом случае это оригинальный код, которому соответствует эта номенклатура. Ну, или наоборот, в номенклатуре соответствует оригинальный код. Это раз. Второе. У каждой номенклатуры есть определенная товарная группа, товарная категория, товарная подгруппа. Если вы сейчас не уверены в разделении товарных категорий, допустим, там, я не знаю, песок в мешках, да, и кирпичи, я утрирую, то вы можете этого не делать, мы это впоследствии сделаем совместно. Если вы уже точно знаете, то у вас, я пример приводил, да, профиль пластиковый 6 метров длиной, это одна товарная категория, стекла, стеклопакеты, это другая товарная категория, а там остальное, фурнитура, это третья товарная категория, значит, их здесь будет 3. Стекло, профиль, фурнитура, да. Вот здесь в примере приводится фэшн. Почему фэшн? Потому что, ну, у него аж 3 товарные категории. Во-первых, это сезон, зима, лето, весна, осень. Во-вторых, это уже внутри сезона есть расшивка, обувь, аксессуары, одежда. И внутри одежды третья разбивка уже, да, то есть третий уровень категорийности. Это куртка, брюки, футболка и так далее. То есть, вот, кто точно знает, привносит эти данные в таблицу, заполняет. Кто не знает, игнорирует эти колонки и оставляет пока пустыми. Но, кроме того, что мы должны знать не только товарную категорийность и номенклатуру, мы должны вообще понимать, а в какие кубометры, да, в какие палеты, в какие ячейки, в какое количество работы превратятся вообще впоследствии эти номенклатуры, мы должны понимать их весогабаритные характеристики. Смотрите, я здесь один блок колонок специально не выделил яркий, а второй выделил поярче. Не у всех, во всяком случае, в нашем, так скажем, историческом экскурсе, да, мы помним, что не у всех наших заказчиков есть высота, длина и ширина каждой учетной единицы, каждой штуки, каждой, не знаю, каждой банки, да, каждого литра. У кого есть, замечательно, значит, длина, ширина, высота здесь должны быть записаны для каждой номенклатуры, для каждой штуки, каждой номенклатуры. У кого нет этого в учетной системе, не беда, есть возможность пойти более простым способом, чем замерять каждую штучку. Мы с вами знаем, что у нас товар хранится в коробках или, допустим, на палетах. Мы знаем, что габариты одного полукового товарного места, допустим, здесь 35 см на 35 см на 40 см. И вот в этом товарном месте таких габаритов мы знаем, что 20 вложений, да, посчитав длину на ширину на высоту товарного места и разделив на количество вложений, мы понимаем объем одного вложения. То есть, грубо говоря, можно пойти от большего к меньшему, да. То же самое про палеты. Если у нас с вами на палете размещается 60 мешков, а габариты палета метр 20 на 0,8 на, допустим, метр 20, да, высотой, разделив объем одного палеты на количество мешков на этом палете, мы понимаем объем одного мешка. То есть, вот эти данные, они важны, потому что именно они впоследствии покажут габариты нашего склада. Поэтому данные, необходимо заполнить форму номер один. Форма номер два ничуть не менее важна, но, тем не менее, она более проста визуально. Напоминаю, ту же самую связку, да, номер и наименование. Вообще, это форма статистика остатков на складе. Допустим, у компаний, которые занимаются строительными материалами или автозапчастями, у них нет внутри месяца ярко выраженных скачков, запасов или, наоборот, падений. Поэтому для таких компаний можно выгружать остатки на каждое первое число каждого последних из 12 месяцев. На 1 января все остатки всех номенклатур, на 1 февраля все остатки всех номенклатур и так далее до декабря, да. Но есть компания, допустим, тот же фэшн, у которого внутри месяца там 12 числа пришло очень много товара, там уже 16-23 числа он уже отгружен. И поэтому на первое число одного месяца или на первое число следующего месяца мы уже не увидим вот этих самых пиковых запасов, да. Поэтому помните, я говорил, что работа в проекте это все-таки работа двух частей. Так вот, та часть, которую представляет заказчик, понимает, что внутри недели у него, допустим, у пищевки, у них вообще внутри недели скачки запасов у фэшна, допустим, внутри месяца. Так вот, либо у кого эти скачки редкие, на первое число каждого месяца выгружаем все строки и все количество запасов, да, в учетных единицах, либо это на каждый понедельник, либо на каждую среду, то есть все зависит от того, от вашего именно мнения, да, в какие дни недели у вас будут были скачки или провалы. и так, если все-таки это каждый день, каждый понедельник или каждая среда, то значит будет 52 раза, потому что 52 среды было в прошлом году, по, если у вас 6000 строк, значит 52 раза по 6000 строк в этой экселевской таблице быть должно. Мы должны обязательно с помощью этих данных впоследствии уловить те самые оптимальные экстремумы, либо пиковые запасы, либо наоборот провалы в запасах и вот выбрать между пиками и провалами вот ту самую оптимальную точку запаса для каждой товарной категории, сколько склад должен был хранить. А еще мы сами наверняка увидим, что какие-то товарные категории пик запасов приходится на один период, а в других товарных категориях пик запасов приходится на другой период. Но это не значит, что мы должны под оба пиковых запаса держать наш склад. То есть вот тут мы тоже будем анализировать. Поэтому вот заполняем форму номер 2 запасы, статистика остатков на складе. То, что выделено желтым, это пример заполнения. Когда вы получите этот файл, вы увидите, что именно эти же данные в нем и будут и вы можете это, вы должны будете это удалить, использовать это только для, так скажем, общего понимания буквенно-цифренного обозначения. Форма номер 3. Она нам покажет поступление. На склад поступать товары могут как от поставщика, так у кого-то от производства, у кого-то это могут быть возвраты с производства или от покупателя, извиняюсь, а у кого-то это может быть перемещение с другого склада, не знаю, там, из другого филиала. Так вот, все эти поступления, вообще все, что входит в наш склад за последние 12 месяцев, мы должны увидеть в этом файле, в этой закладке. Но не просто все накладные, а все строки всех накладных, то есть абсолютно все строки, абсолютно всех накладных должны в этой закладке профигурировать. У каждой строки есть дата поступления, у каждой строки есть накладная, по которой эта строка поступила, и у каждой строки есть тип документов, не буду повторяться, там поступление, перемещение, возврат и так далее. Ну и традиционно та самая связка номер этой номенклатуры и наименование этой номенклатуры. Вот допустим для примера, видите, 9 августа к нам по одной накладной поступило две вот этих строки, 150 штук и 20 штук. Если в этот же день, 9 августа, к нам вечером или неважно вечером с утра или в обед пришли номенклатуры те же самые, но в другом количестве или в этом же количестве, но это уже другая накладная, это значит уже другие две строки. Эти две строки должны прозвучать отдельными двумя строками. То есть вот сюда заполняем всю историю поступлений, которую мы будем через несколько призм интерпретировать и получать информацию о том, какая была нагрузка на склад в прошлом и какая она была оптимальной. Это к слову о том, откуда нам отталкиваться, чтобы предсказать будущее. Ну и форма номер 4 это еще одна довольно объемная форма, но она последняя из объемных предупрежу, это выгрузка всех отгрузок. То есть все то же самое, что про поступление, только про выход из склада. Дата выхода, номер накладной, по которой эта отгрузка состоялась и в этой накладной строки, которые были. То есть все строки всех накладных на отгрузку. Ну и соответственно количество отгружаемого товара. когда мы будем сверять вход форму номер 3 и выход форму номер 4, то мы поймем, а вообще какова функция склада. Грубо говоря, получал палетами из фуры, отгружал газелями и штуками. И мы уже понимаем, что этот склад на самом деле распределительный. Или получал палетами, отгружал палетами. Значит, это уже не распределительный склад, это склад уже ориентированный больше на хранение. То есть функциональность склада, она как раз нам из этих двух форм и подскажет, какие зоны должны быть на складе, каких габаритов эти зоны должны быть на складе. Нужно сделать так, чтобы весь товар, который входит, он где-то разместился сначала для приемки, а потом разместился для хранения. То есть на эти вопросы, эти формы нам будут давать ответы. Есть тут колонка, которая не яркая. Почему? Потому что не у всех есть ТМС, я точно знаю, и не у всех есть объединение заказов в рейсах. Так вот, если есть, замечательно, значит, эти данные тоже необходимо выгрузить, чтобы мы могли уже и рейсы анализировать, их емкость, этих рейсов с точки зрения строк, накладных, а соответственно и кубометров загрузки. Ну и понимать будем уже сколько нужно доков для того, чтобы этот товар в эти машины отгрузить. Если этих данных нет, ничего страшного, мы на них выйдем через другую форму. Итак, из больших форм выгружаемых данных форма 1 это весогабарительные характеристики и номенклатуры форма 2 статистика остатков, форма 3 поступления, форма 4 отгрузки. Дальше идет форма тоже важная, но уже гораздо проще. Хотя не всегда проще. Почему не всегда? Потому что здесь уже включаются диалоги, диалоги с отделом маркетинга, с отделом продаж, с собственником, с инвестором. Что это такое? Это как раз взгляды в будущее. То есть, когда мы сами определим те самые оптимальные характеристики прошлого склада, мы сами должны будем к этим оптимальным характеристикам начать приплюсовывать планы развития бизнеса. Допустим, первая строка изменения грузооборота по конкретной товарной категории. Если она одна, одна. 8, значит 8. Так вот, по каждой товарной категории отдел маркетинга или тот, кто отвечает за планирование развития бизнеса, говорит, вы знаете, товарная категория каждый год у меня будет прирастать с точки зрения отгрузок в мной обозримом будущем на 5 лет вперед по 15%. Отлично. Когда мы сами определим, что эта товарная категория имела объем отгрузок 16 кубометров в сутки, то прибавляя к этим 16 кубометрам по 15% каждый год, мы выйдем с вами на вполне определенные не проценты, а уже абсолютные кубометры, сколько мы будем отгружать этой товарной категории через 5 лет. То же самое допустим про запасы. Видите, здесь я специально показываю, что несмотря на увеличение отгрузок на 15%, увеличение запасов будет всего лишь на 5%. Ну, потому что отдел закупа знает такой инструментарий и он знает, как можно увеличивать отгрузки, не увеличивая запасов, именно абсолютных запасов. И то же самое приплюсовывая к тем выбранным по этой конкретной товарной категории с оптимальным запасом, те самые 5% ежегодных, мы выходим на количество необходимого запаса в целевом году. То есть эта таблица нам подсказывает, как будут изменяться наши текущие значения в будущем и подскажет нам, какими характеристиками будет обладать наш будущий склад. То есть напомню, это как раз финал первого этапа. Следующая форма. Форма 6 это вторая призма, которая нам может дать ответы на уже полученные ответы в предыдущих больших формах. О чем это я? Когда мы будем анализировать поступление по форме номер 3, то мы прекрасно поймем, в какой день, недели, месяца, или в какую конкретно дату, какой объем поступления был в кубометрах, в штуках, в строках, в накладных. Так вот форма 6 нам подсказывает перепроверить себя можно, что по понедельникам на самом деле это заполняет допустим завсклады 20 тонных автомобилей, предположим только они к нему входят, 9 штук в день приходят в среднем, во вторник в среднем 12, в среду 9 и так далее. И мы выявляем здесь, что пик поступления это вторники. Начинаем их сверять с формой 3, действительно вторники. Сколько времени нужно на приемку одной фуры? 45 минут. Это здесь в примере, в вашем примере это может быть другое время. Это необходимая информация для расчета количества доков. Когда мы поймем сколько фур надо будет принимать и сколько времени на одну фуру, а также сколько времени на маневр от момента отъезда первой фуры от склада до момента парковки второй фуры от склада, то мы зная это время понимаем сколько вообще времени на обработку одной фуры через один док необходимо. Ну и это нам поможет уже вычислить количество доков на приемку. Дальше в этой же форме исходящий отгружаемый поток и да видите здесь мы видим что приходит фурами 20 тоннами а уходит со склада полутора и пятитонными машинами и тоже за складом заполняет что по понедельникам в среднем 16 газелей и 2 пятитонника по средам 20 газелей и 2 пятитонника и так далее и опять же мы видим что здесь вторник пиковый день с точки зрения отгрузок проверяемся с формой номер 4 это форма отгрузки и понимаем что мы через два канала проверили данные и действительно вторники самые пиковые то есть мы проверяем себя помните я говорил про важность и точность данных не должно быть задвоенных складов если у нас внутри виртуального склада будут какие-то перемещения допустим к форме 3 если вернуться если у нас есть виртуальные склады и виртуальные перемещения со склада брак на склад брак 2 или там со склада основной на склад основной 2 на самом деле физических перемещений не было на самом деле физического входа в этот склад не было так вот этих самых виртуальных перемещений здесь в формах быть не должно и мы как раз выловим выявим когда будем сверяться с этими данными ну и тоже время на маневр время на погрузку автомобиля То есть эта форма довольно проста. Форма номер семь. Если у вас есть, если нет этих данных и их сложно замерить, то их можно не предоставлять, не считать. Но если не сложно или если они есть, то желательно их предоставить. Это тоже к производительности. Допустим, сколько времени, если вы вообще на это тратите время, подготовка склада к приемке. Что это значит? Это значит подмели место, куда мы сейчас будем палеты выгружать, убрали с него ненужные палеты. И обеспечили доступность до этого пространства. Десять минут на это все. Отлично. Дальше. Осмотры внешнего вида груза. Кладовщик тратит три минуты. Дальше. Идентифицировать весь товар, который только что выгрузили. Девять минут. И так далее, и так далее. То есть вот на эти все операции ваш текущий тайминг, если есть, заполняем. Форма номер восемь. Это все ваше существующее подъемно-транспортное оборудование. Рохли, они же гидротележки, поводковые штабелеры, ридж-траки, погрузчики. То есть все, что есть, сюда выносим. Для того, чтобы понимать, о чем мы сейчас обрабатываем товары, и как это можно будет в следующем, в будущем складе использовать, и на каких операциях. То есть чтобы не покупать все оборудование новое. Ну и форма номер девять заключительная, это про персонал. То есть вы сюда вносите, а какое количество грузчиков, кладовщиков, водителей погрузчиков, завскладами, вообще в каком режиме работает. То есть мы понимаем, какой объем входящего потока и исходящего потока, какое количество людей в каком режиме обслуживает и обрабатывает. Все, это форма девятая, последняя. В этот файл получите вместе с презентацией в почту, и вы их запоминайте. Вот и будут вопросы уточняющие. Звоните, пишите, напоминайте о себе, задавайте вопросы. Мы на них обязательно ответим в индивидуальном порядке. Да, Александр, все, да, по анкете, я думаю, все все поняли. Да, если в случае чего, обязательно звоните, пишите, все поясним, расскажем дополнительно. Вот, я, коллеги, вижу уже в чате ваше сообщение с фразой «я участвую». Отлично, просто прекрасно. Вот, и теперь еще одна новость. Мы посовещались и решили, так скажем, раскрутить маховик аттракционно невиданной щедрости. И, так скажем, всем участникам, которые зарегистрировались и сегодня были на нашем вебинаре, предоставляется скидка 10% на проект технологического проектирования, вне зависимости от того, выиграет ли компания или нет. Поэтому обязательно заполняйте анкеты, мы сделаем для вас предложение уже со скидкой. Вот, и теперь, коллеги, мы, конечно, уже превысили, да, немножко тайминг нашей встречи, но, возможно, у вас есть вопросы, вы можете написать их сейчас быстренько в чат, либо в блок вопросов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.